Гормон любви Гормон любви Гормон любви Кто влюблялся большинство? Кто влюблялся? Это лекция будет для всех вас, потому что те, кто влюблялся, могут узнать себя, а те, кто не влюблялся, они будут знать, что их ждёт, какая мука их ждёт в будущем. Давайте немного о занудстве. Это будет листый слайд, который будет много вот такой вот нудный, но будет, потому что нужно как-то вникнуть вообще в суть. Что такое гормоны? Гормоны — это биологически активные вещества, которые регулируют множество процессов в нашем организме. Обратите внимание, тут есть два таких вот объекта — это гипоталамус и гипофиз. Они связывают эндокринную нервную систему. Сейчас расскажу на примере обычных гормонов, гормонов маглов, по ней тоже у нас есть, кроме гормонов любви. Например, гормон инсулин, он вырабатывается пожилочной железой, и он контролирует уровень глюкозы в нашей крови. Когда глюкоза уже льётся со всех дым, идёт сигнал гипоталамуса. И он понимает, что что-то нужно с этим делать. Он обращается к гипофизу, который даёт сигнал. Гипофиз тоже анализирует это, и даёт сигнал по желчной железе выделять больше инсулина. То есть таким образом поддерживается гомеостаз организма. Предлагаю вам запомнить вот эти два местонахождения, вообще помнить про гипоталамус и гипофиз, потому что о них я буду рассказать дальше, что просто мы не думали, что я называю какие-то леббы, какие-то объекты и говорю, что там выделяются эти гормоны. Защупать можно? Да. Что-что? Защупать. Ну, можно попробовать как-нибудь. Дофамин. Я думаю, все мы любим, когда нас хвалят. И кто нас хвалит на протяжении всей жизни, кроме мамы, конечно, это дофамин. Дофамин – это гормон удовлетворения и удовольствия. И он активно выделяется, когда мы идем к какой-то цели, которая сопровождается очень позитивным и очень-очень важным и ценным для нас опытом. Самое интересное то, что дофамина выделяется очень много во время приема пищи и полового акта. Я думаю, что просто мозг думает, что это ну прям ценный-ценный опыт, который вот нельзя никак не заметить. Кроме всего этого, дофамин также является гормоном концентрации и целеустремленности. Именно из-за него происходит так, что какой-то парень постоянно двигается только к одной девушке. Ну или наоборот, у кого как есть. Еще один гормон, который ассоциируется людей с удовольствием – это серотонин. Но не все знают, что серотонин выделяется на первых этапах влюбленности. Точнее, он не выделяется, а наоборот падает очень активно. Это немного печально, потому что серотонин также падает при каких-то депрессивных состояниях и нервных расстройствах. И можем провести много аналогий между нервозом и какой-то любовной зависимостью. Это те же симптомы – это тревога, бессонница, навязчивые мысли и так далее. И на самом деле причина в нервных состояниях и любовной зависимости одна и та же – это недостаток уровня серотонина в крови. Из-за серотонина любовь может погибнуть. Были проведены следующие эксперименты. Подопытные мыши дали огромную дозу серотонина. И она отвернулась со своего партнера и начала спариться со всеми, кем угодно просто подряд. Ученые объяснили это тем, что серотонин уменьшает уровень дофамина, а вместе с ним и чувство любви. Адреналин известен всем как гормон чего? Экстрима. Экстрима. Да, гормон эгдон. Адреналин выделяется при экстриме, то есть это гормон страха. Но мало кто знает, что гормон адреналин также называют гормоном внимания. Говорят, что он обостряет наш восприимчивость к различным возбудителям, в том числе и сексуальным. Проводился такой эксперимент. Проводился такой эксперимент. Мужчины проходили по мосту. Он был очень шаткий, ненадежный. Внизу бурила река, и этот мост шатался. Я не знаю, как их заставили проходить по этому мосту. В конце этого моста их ждала привлекательная девушка, которая хотела с ним познакомиться, оставляла свой номер телефона. И больше 95% мужчин брали номер телефона девушки, звонили и встречались с ней. Странный эксперимент. Наши мужчины проходили по надежному мосту без бурлящей реки, который, в принципе, был очень короткий. К ним подходила та же привлекательная девушка, оставляла свой номер телефона. И половина мужчин отказывались от этого номера телефона. И еще меньше людей звонили и встречались с ней. Что-что? Нет, девушка была та же самая. Судя по этому эксперименту, можно говорить о том, что физическое возбуждение усилит травматические чувства. Но адреналин также позволяет, можно сказать, переоценивать свои возможности. Многие замечали, что влюбленные, вот они говорят, я для тебя горе со мной, я готов на все. И это все из-за адреналина. Да, поднимите, пожалуйста, руки тех, кто любит детей. А теперь кто не любит детей? Кто воздержался? В самом-то деле, вся разница между вами – это различный уровень окситоцина и вазопресина. Окситоцина – это гормон так называемого материнства, а вазопресин – это гормон отцовства. Вазопресин? Вазопресин. Она же записывается. Вазопресин будет в следующем слайде. Сейчас мы поговорим про окситоцин. Его также называют гормоном доверия, нежности и привязанности. Со стороны девушки. Окситоцин также стимулирует выработку эндорфинов – это гормоны счастья. Я про них уже не стал отвечать, потому что они уже такие известные. Я думаю, никому не было интересно слушать о них еще раз. Также окситоцин влияет на медальвидные тела мозга и тем самым приглашает страх и тревогу, когда релоса находится близкий человек. Ученые просили 47 супружеских пар в возрасте от 20 до 50 лет и попросили их воспроизвести в лабораторных условиях какую-то тему, о которой они чаще всего спорят в обуденной жизни. Первой группе пар давали окситоцин в виде назального спрея, вторую опичкали плацебо, а третью оставляли на пост на супружеской ссоре. Результаты такого эксперимента показали, что первая группа людей почти не ссорилась и оставалась на позитивном уровне намного длительнее, чем две группы. И мы можем говорить о том, что окситоцин также концентрирует наше внимание на каких-то позитивных эмоциях. Теперь мужская версия гормона окситоцина – вазопресин. Кроме того, что вазопресин считается гормоном отцовства, вазопресин также вызывает желание заботиться о ком-то и его называют гормоном супружеской верности. В 1950-х годах вазопресин был известен науке как гормон, который отвечает за баланс воды в организме человека. И никто не мог предположить, что он каким-либо образом влияет на мозг человека и как-то может влиять на чувство как симпатия в ребенке и так далее. Но вообще это нормально, что вы запретили начать выделяться при нежности, при привязанности к человеку. Тоже серотонин, о котором мы говорили только что, он также участвует в процессах съедания крови. Такой процесс называется экзаптация, это процесс эволюции. Сейчас объясню лекцию на такой вот примере. Мужчина, я думаю, будет он очень близок. Женщины, я думаю, тоже поймут. Представьте, что вы сидите в подвале и вам нужно починить систему обогрева. Что? Систему обогрева нужно починить. Ну, в подвале потом. И все это будет не так уныло, если у вас в руке есть бутылочка пива. И, в общем, сидите в подвале и думаете, как же починить эту систему обогрева. И понимаете, что очень хотите бить, вас очень мучает жажда, но открывалка осталась наверху. И вместо того, чтобы подниматься наверх и чувствовать какие-то, слышать камеры за вопросы от жены, когда там это починишь. Дело в том, что вы не знаете, как это починить, но вызывать какого мастера вы не хотите. Потому что я же мужик, я должен сам починить. Вместо того, чтобы подниматься наверх и конструировать какую-то новую открывалку в подвале, Вы берете уже известную всем отвертку и открываете ею пиво. Это пример экзаптации, когда у вас есть объект, который вы используете на каких-то других целях, но у него появляется новая цель и новая потребность в нем. Денина тиламин. Это химическое вещество, вообще мало кому известно, что оно каким-то образом влияет на наше чувство любви. На самом деле оно способствует проявлению таких эмоций, как симпатия и любовное влечение. Есть один исследователь, это Майк Лебовица, и у него есть гипотеза о том, что фенилатиламин вырабатывается в мозгу в момент, когда человек встречается с того, кто ему нравится. Но на самом деле ученый мир еще не принял полностью его гипотезу. Они как-то так вот... Вообще фенилатиламин очень плохо исследуется, на него все уже забили, потому что есть много кучи известных гормонов других, и до сих пор никто не знает, ученые не хотят подтверждать полностью эту гипотезу, потому что не хотят ничего исследовать, и он так остается в таком пространстве. Вроде как бы он за что-то отвечает в любви, но и вроде нет, то есть это пока исследуется. А, да, она готова выбрать. Я думаю, всем знаком такой процесс, когда девушка колеблит, и он выбирает как бы себе партнера, парня, и это нормально, и это не потому, что у нас какая-то большая самооценка или гордость. Дело в том, что в животном мире происходит так же. Самка очень долго выбирает партнера, чтобы обеспечить свое будущее потомство, чтобы он мог прижать достаточной еды и защитить ее, и детей. Даже на примере рыб, когда у них начинает созревать икра, а это аналогично противостояния женской овуляции, самка рыба, самое интересное, она следит за своим самцом-женихом, когда он борется с другой рыбой, и если самец проигрывает, она начинает думать, что она выбрала как бы партнера-неудачника, и у нее начинает возникать тревога и стресс. Но если самец начинает выигрывать, у нее начинают стимулироваться зоны, которые отвечают за возбуждение полового влечения. На самом деле это происходит из-за того, что эстроген сообщает мозгу, что первоочередная задача женского организма – это спаривание. И вся энергия и силы направляются на него. Это как бы неосознанное стремление из-за того, что когда эта клетка созрела, она выходит из фолликула и существует для мозга только сейчас или никогда. То есть, в принципе, процесс это довольно-таки нормальный, и все происходит из-за большого выброса эстрогена. Да, и как же не включить признак тестостерон, хоть он очень многим известен, и я уже была близка, что я буду нажать «долит», потому что, ну, зачем вам говорить о том, о чем все знают. Но потом я нашла очень интересную информацию о нем. Во-первых, тестостерон на пару с адреналином – это являются два гормона, которые отвечают за тягу к измене. Также исследования показывают, что уровень тестостерона падает, когда мужчины становятся отцами, особенно в период появления новорожденных. Это происходит из-за того, что самцам уже не нужно так сильно проводить агрессию, не нужно искать других половых партнеров, и нужно конкурировать с другими самцами. И очень часто, когда мужчина становится отцом, его какое-то продвижение по карьерной лестнице, оно уходит на второй план. Да, и завершить эту лекцию хочу тем, что любовь также называют, сравнивают любовь с наркотиком. И это на самом деле имеет по собой обоснование. Вообще идея любви как зависимости родилась в 1960-х годах, но еще раньше Платон сравнивал любовь с диспатическим желанием выпить. И это нормально, потому что, когда мы принимаем алкоголь или какие-то наркотические вещества, она затеверяется в те же зоны мозга, что и в чувстве любви. В 2010-х и 2011-х годах, то есть примерно недавно, лаборатории ВАНа в Университете Флориды проводили эксперименты над полевыми мышами. Значит, самцам этих мышей давали амфетамин перед спариванием, и после дозы амфетамина совместно не провели никакое желание к самке. И то же самое происходило, когда им амфетамин давали после спаривания, то есть он никак не реагировал на амфетамин. На самом деле, ученые забраковали вообще этот эксперимент, потому что сказали, что у полевых мышей может возникать лишь одна привязанность в жизни. И будет амфетамин или другая мышь, к чему-то еще они не смогли бы привязываться. Но на самом деле, то же самое примерно происходит и с людьми. И это происходит из-за того, что наркотические вещества вводят в ближайшее ядро, это определенная область мозга, в оцепенение, и мы не можем больше чувствовать удовольствие от каких-то новых стимулов, которые принесли удовольствие при нормальных условиях. Понятное дело, что оно держится не постоянно, только в момент, когда энергетическое вещество действует на нас, у нас блокируется система поощрения, и мы не можем почувствовать какой-то период удовольствия от чего-либо еще. Поэтому, когда говорят, что любовь – это зависимость, любовь – это наркотик, на самом деле оно так и есть. И все мы понимаем, что любовь – это очень сложный процесс с точки зрения биохимии, с точки зрения отношений, и тут как бы главное не только гормоны, потому что если бы были главные гормоны, они бы просто выделялись, не знаю, каждые 5, 10, 15 минут, и мы чувствуем то печаль, то тревогу, то нежность, то радость и так далее. Основная суть в том, что именно человек, который находится рядом с нами, он является фактором и катализатором этих всех активных процессов и бурных реакций. Поэтому я всем искренне желаю, чтобы вы нашли такого человека, который бы порождал вас такую бурю эмоций и заставлял ваш организм вот так вот реагировать. И если вам стала интересна эта тема, я также советую вам почитать книгу Ларри Янна «Химия любви» и «Дико сваба» от «Матки до Эльцгеймера». И последний опросик на сегодня, и потом могут быть вопросы от зала. Поднимите руки, пожалуйста, кому понравилась эта лекция, кто считает, что он не потратил время зря. Спасибо вам большое. И теперь кто считает, что можно было свалить на это 2-8 минуты раньше домой. Нет, просто смотрите, потому что я буду еще туда выходить, и это уже будет...